Сегодня на рыболовном рынке представлено множество ликвидов, бустеров, дипов, миласы и других жидкостей для привлечения белой рыбы. В результате всего этого разнообразия может сложиться впечатление, что чем больше всего будет добавлено в прикормку, тем лучше. Сегодня мы разберемся, как и для чего лучше использовать все эти жидкости, чтобы поймать трофейную рыбу. Раньше в рыболовные магазины все заходили купить крючочек, поплавочек, червячков. А в современных рыболовных магазинах зачастую человек заходит, попадает в какой-то отдел химии бытовой. Бутылки, банки, бутылки, банки, брызгалки. Что это, зачем это и почему это. Вот хочу поделиться, как используется химия рыболовная применительно именно к фидерной ловле. Зачем и что. Первонаперво ароматика рыболовная продается во всякого рода бутылках. И чтобы вам понять, что это именно ароматика, на ней будет написано что-то типа ликвида. Ликвид это, собственно говоря, жидкость в переводе, это жидкая ароматика, она булькает. В фидере чаще всего используются именно различные ликвиды. Вот все, что ликвид, вот он, ликвид, булькает. При замешивании прикормки ликвид открыли, добавили в водичку, на которой мы будем замешивать прикормку. И уже этой очень-очень ароматной жидкостью замешиваем наш корм. Лить ее просто в сухую прикормку не стоит, потому что это неравномерно будет насыщаться ароматикой. Замачивать в ликвидах наживки тоже не стоит просто в фидерной рыбалке, потому что может быть настолько ароматной, что рыба просто не подплывет. Итак, увидели банки с надписью ликвид, знаем, что это жидкие аромы для замешивания прикормки. Что еще может быть в таких же банках примерно? Всякие жидкости с надписью «Бустер» или «Гип». Собственно говоря, это тоже самые жидкие аромы, но больше уже используются, скажем так, в карповой ловле. Мы, фидеристы, вообще стоим сбоку по сравнению с карпятниками. Они истинные химики, они сидят с утками, изобретают что-то. Настолько глубоко в фидере, наверное, даже не стоит нырять. Скажем, «Гип» концентрированный, ароматный и уже не влажный, настолько жидкий, более густой, больше используется в карповой ловле для того, чтобы замочить в нем бойлы, попапы, наживку, придать именно ароматику долгоиграющей. Все-таки в фидере темпа такого, как в карпах, нет, поэтому использовать можно и в фидерной ловле, но, скажем так, уже где-то отдельным звеном. Бустеры тоже самое, более густые, больше идут как для прикормки, но, скажем, используются чаще, наверное, даже для увлажнения пелеца, не просто сыпучих прикормок. А если это пелец, если это какие-то бойлики закормочные, там используются бустеры. Поэтому лично я на своем опыте использую именно ликвиды. На что обратить внимание при выборе ликвидов? Это производители обычно пишут, на какой объем прикормки стоит использовать эту банку. То есть взяли, почитали, ага, это идет на килограмм смеси, надо 30 миллилитров. Если вы вылейте всю эту банку, да, на килограмм, то ароматика будет такая, что рыба будет разбегаться в радиусе километра. Поэтому соблюдайте рекомендации. Очень часто бывает, что, скажем, маленькая бутылочка, да, она идет на больший объем, чем там большая бутылка. Это надо всегда иметь в виду, поэтому с ликвидами нужно читать. Ну и, наверное, все уже знают, что чем холоднее вода, тем менее ароматная должна быть прикормка. Поэтому в холодное время года очень аккуратно рыбу можно собрать, но не летней рекомендуемой дозой, а, скажем, буквально несколько-несколько капелек. Чем жарче вода, чем горячее, тем ликвида можно лить больше. Вот, собственно говоря, о бутылках, которые мы находим в рыболовных магазинах. На этом фоне будут бутылки еще большего размера. Это будут мелассы. Они есть большие, есть маленькие, всякие такие просто мелассы и мелассы с различными ароматами. Что такое мелассы? Ну, меласса, собственно говоря, это побочный продукт сахарного производства. Темная, тягучая жидкость с таким очень специфическим запахом. Бетаина много, аминокислот много, пищевая ценность колоссальная. То есть можно даже просто назвать это жидким кормом. Поэтому в фидере очень часто используется меласса. Помимо того, что она дает просто питательность, скажем так, зимой в лунку можно налить, да, и это у вас будет такая... Вот рыба чувствует, что вроде еда есть, а есть-то нечего, потому что это жидкость. Такая вязкая, тягучая, но все-таки жидкость. В фидере меласса помогает еще и сделать корм более инертным. За счет своей вязкости она обволакивает частички прикормки. И прикормка, даже из пылящей, можно сделать инертную, а можно сделать вообще хитрую. Если сухую прикормку замешать на мелассе, то меласса пообволакивает какие-то комочки и частички корма. Потом вы начинаете этот корм увлажнять, у вас получается часть корма увлажнилась, часть нет. Когда вы забрасываете такой корм в воду, у вас происходит самая активная, наверное, прикормка. Потому что меласса вымывается, а частичка внутри мелассы, она влаги не напилась еще. И она просто бурлит и всплывает такими большими комками. Но здесь очень надо понимать, когда это использовать, потому что, скажем, на течение это все улетит куда-то, и рыба будет стоять гораздо ниже вашей точки. Поэтому везде, где написано меласса, используем ее все-таки правильно. А правильно используем мелассу как? Опять-таки, на стартовом увлажнении корма увлажняемся не водой, а водой, в которой разбавлены мелассы. Налили мелассу в водичку, размешали. Если используем всю бутылку, то налили в бутылку, побулькали, 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 растворили, вылили. Меласса, как правило, на дне остается еще такой густой слой. Опять добавили водички, растворили, вылили. Точно рыбу не отпугнет. Очень правильная, очень по карповым видам рыб, добавка великолепная. На что обратить внимание при выборе мелассы, я бы рекомендовал. Меласса – вязкая жидкость. Она реально, особенно на холоде, очень тяжело растворяется, потому что она густая становится. Наверное, последнее, да. Что еще мы встречаем – это спрейки. Спреи разных абсолютно видов, форм, размеров, но у всех у них отличительная черта. У них есть прыскалка. Чипык-чипык. Для чего спреи? Спреи, у них цель одна – это выделение нашей наживки на дне. То есть, это ароматические, различные жидкости. Бывают и ароматы, вкус, бывает только аромат. Здесь уже просто выбор огромный. Смотрим, нюхаем. Даже если вам это не нравится, возможно, это будет нравиться рыбе. Не надо замачивать в спреях всю вашу наживку, даже если спрей работает. Объясню, почему. Во-первых, если вы, вот перловочка работает, да, вы брызнули, моментальная поклевка. Ну, каждый раз брызгать некоторым лень. Просто взяли, в чашечку куда-то налили и туда положили перловку. Перловка настолько сильно напитывается этим ароматом, что рыба ее берет и тут же выплевывает. Потому что рыба по-другому абсолютно ощущает запах и аромат. Не надо брызгать по 20 раз. Ну, разве что вы закидываете и у вас темп перезаброса раз в час, возможно, да. Если вы ловите в темпе рыбу, то одного раза достаточно рыбы. Она уже почувствует выделение вашей там, червячка, опарыша благодаря спреям. Что еще про спреи сказать? Спреи тоже есть, которые долго держат запах, недолго держат запах, но самое главное, что не существует одного единственного аромата, который работал бы везде. Иначе все производители делали бы там только чеснок. Вот чеснок везде вкусно пахнет. Чем у вас больше будет этот выбор разных ароматов, тем больше шанс, что именно в данных условиях вы попадете на вкус рыбы. Иногда спреи очень помогают выделить какой-то вид рыбы. Вот скажем, карамелькой брызгаешь, и у тебя вдруг начинает клевать вот такая густера, потом вот такая густера, но только густера. А стоит побрызгать червячным ароматом, с этой же точки у тебя клюет только плотва. Поэтому здесь я сталкивался с этим неоднократно, разделение происходит только благодаря ароматике самой наживки. Прикормка одинаковая. Собственно говоря, больше из жидкости и химии, ну разве что еще можно в магазинах встретить сухие аромы, но я думаю об этом мы поговорим уже в другой нашей передаче в рубрике как о жидких химических, скажем так, рыболовных всяких прилудах мы сегодня поговорили. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях и в рубрике «Как?» на что смогу всегда с радостью отвечу. «Как?» Встреча с